Куда нам лезть, а куда не лезть в духовной войне? Кого связывать, кого не связывать и так далее. Подобные вопросы я всё чаще слышу. Недавно выпускал видео о том, что мы не должны, знаете, на эмоциях душевных, на душевном порыве совершать духовные битвы. Они должны совершаться в духе. И вот после этого эфира очередной вопрос такой я получил. И хочу в этом коротком видео постараться осветить свою вот сегодняшнюю позицию, что я вижу в этом отношении на основании Слова Божьего, на основании своего опыта также. Ну и не только своего опыта, а тех книг, которые прочитаны за эти годы. Вот. Опять же, это не то, что вот так точно говорит Господь. И ни шаг вправо, ни шаг влево. Это вот то, что я вижу сегодня. Ну, во-первых, давайте начнём со Священного Писания. В Матфея 18, 18 сказано, что то, что мы свяжем на земле, будет связано на небесах. Что мы разрешим на земле, будет разрешено на небесах. Так развязано, да. И вот этот стих, конечно, нужно посмотреть в контексте, потому что часто его так вот берут в отношении того, что непосредственно мы можем связывать там любого ранга бесов, территориальных духов и так далее. Но если смотреть и читать эти тексты, то этот стих идёт после того, как Иисус учит церковь обличать братьев. То есть, если согрешил брат против тебя, ты пойди, обличи его. Если не послушает тебя, возьми ещё одного, двух, трёх. Обличи, если не послушает, скажи церкви. Если и так не послушает, то как бы не брат он тебе, молись как за грешника, по сути. И потом Господь вот говорит вот эти слова. Что свяжете, то будет связано, что разрешите, будет разрешено. Поэтому, скорее всего, эти стихи очень сложно привязать конкретно к духовной войне. Но у нас есть и другие места из Священного Писания. Например, это Луки 10, 19, где Господь Иисус говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Здесь тоже интересен контекст, потому что до этого в этой 10 главе Иисус отправляет 70 учеников, чтобы они, соответственно, служили, проповедовали Евангелие, ну, вернее, даже изгоняли бесов, исцеляли больных и так далее. И ученики возвращаются и говорят, «Господь, вау, у нас получается!» Здесь Господь им говорит, «Я видел сатану, спавшего с неба, и я даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью. Однако же этому не радуйтесь, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни». Вот. И мы видим, что у апостолов действительно получалось проявлять духовную власть, но делали это они в то время в отношении конкретно бесов, которые господствовали в людях. Они не изгоняли территориальных духов над Харазиным, Вивсаидой или Капернаумом или другими городами. То есть они непосредственно изгоняли бесов из людей. Про схватку и битвы с территориальными духами здесь мы, опять же, ничего не видим. При этом, естественно, я не хочу сказать, друзья, что мы сегодня должны полностью отречься от духовной войны на уровне, вот именно на части властей, нет. Я верю, что Господь, во-первых, из силы в силу ведет свою церковь, и откровение, оно должно умножаться, потому что мы не должны жить только в откровении, уровне откровений, который был во времена книги Деяний. Потому что истории церкви 2000 лет, и Господь открывает. Если Он этому миру открывает так много, и сегодня мир совсем другой. Да, сегодня есть мобильные телефоны, сегодня есть микрофоны и так далее. И все это потому, что Господь открывал людям, и люди идут дальше. Поэтому также и в вопросах духовных я верю, что мы должны с вами идти дальше, дальше и дальше, чтобы все это соответствовало Писанию, но мы должны идти дальше. И сейчас конкретно к вопросу, кого связывать, кого не связывать, на что мы имеем право, на что мы имеем власть. Начнем с того, что вот я верю, что мы имеем абсолютную власть связывать любого духа тьмы и противостоять им в лично, своей жизни и в своей семье. Вот здесь вот мы можем без оглядки сражаться с любыми бесами, потому что это наша территория. Вот это непосредственно наша территория. И я, и моя семья, это моя территория, которая доверена мне Богом. То есть здесь вот нет никаких границ. Здесь нужно быть просто максимально дерзновенным, ничего не бояться, и просто сокрушать любые нападки врага, выгонять любые силы тьмы. Вот это то, что мы имеем право делать и должны делать. Мы и наша семья территория нашей власти, которую Господь нам дал. И здесь любые битвы абсолютно уместны. Вот, а если мы будем говорить дальше о каких-то территориальных духах. Вот живете вы в определенном городе, на определенной территории. И вот здесь вот вопрос, стоит ли пытаться сражаться с духами, которые стоят над вашим городом, которые, соответственно, господствуют в воздухе, князья демонические, начальства, власти и так далее. Что я думаю по этому поводу? Что в одиночку этого делать точно не надо. Вот в одиночку делать этого точно не надо. На это есть мандат у экклесии, у церкви. У церкви. Поэтому на это имеет право церковь и то по водительству Святого Духа, потому что у всего есть свои времена и строки. И эти люди, которые этим занимаются, они должны ответственно подходить к состоянию своей духовной защиты и безопасности и к высоким стандартам святости в своей жизни. Вот такой вот рецепт. Давайте немножко его развернем. Ну и почему? Вот почему нельзя вот так вот, знаете, бездумно, в одиночку, в своей квартире начать связывать территориального духа над своим городом? Давайте на физическом примере это увидим. Потому что духовное и физическое сильно связаны. Представим, что в вашем городе орудует какая-то банда. Опасная банда, многочисленная банда, серьезная банда. И она тоже знает там, что вы есть, но с вами особо связываться не хочет, потому что не хочет лишних проблем. У нее есть кого угнетать, над кем господствовать. У них все хорошо, у этой банды они кайфуют, наслаждаются жизнью и удерживают власть. И вы, может быть, немножечко и страдаете от этой банды в каких-то элементах, но в целом они вас не трогают. И вот это вот состояние, когда человек христианин, он просто живет, не вмешиваясь ни в какие духовные битвы особо. Просто живет себе и живет. Вот взаимоотношения с Богом строит, может быть, ну, хороший христианин, но он не участвует непосредственно в духовных противостояниях вот таких. И здесь представьте себе, что вы решили с этой бандой разобраться. И вы начинаете, соответственно, вот ее атаковать, эту банду. Причем не просто каких-то людей в этой банде, вы начинаете атаковать самого главаря банды в этом городе, в одиночку. Скажите, пожалуйста, что через вами будет через короткий промежуток времени? Наверное, достаточно понятно. Будет, скорее всего, не сладко. Вот. Опять же, вы имеете полную власть. Если приходит эта банда, там, кто-то из этой банды, и пытается вламываться в ваш дом, атаковать ваших детей, конечно, вы просто сокрушаете все эти нападки всем, чем можете, всеми средствами и способами. Вот. Но если вы решили разобраться с этой бандой, ну, нужно понимать, это просто абсолютно понятно, что этой банде это не понравится. Главарю банды это не понравится. И эта банда сделает все, теперь уж. Если она и не хотела с вами связываться, и не хочет, может быть, связываться, но ей теперь приходится с вами связываться, потому что вы наносите ей вред, потому что вы непосредственно атакуете ее. Примерно то же самое, можно сказать, происходит и в духовном мире. Когда мы с вами не начинаем сражаться с духами, стоящими над территориями, тогда нас и эти духи тоже особо не трогают. Но если мы начинаем выходить и атаковать их, если мы выходим и начинаем сокрушать их, молиться и провозглашать Божье Царство, и говорить этим духам убраться с нашей земли, тогда, друзья, нужно понимать, что эти духи тьмы начнут и свои действия в наш адрес. Этого не нужно бояться, но вот не нужно делать это в одиночку, не нужно делать это у себя дома, потому что вот мне так вздумалось и так далее. Я верю, что вот когда мы собираемся в церкви, когда мы собираемся на молитвенные служения, тогда по водительству Божьему Господь может нас в это повести. Ну, нас ведет, он часто в это ведет. Мы вот, ну, наша церковь, наше служение, такие воины, которые призваны к этому. Есть еще элемент призвания, безусловно, во всем этом. Но я никогда у себя дома не связываю никаких территориальных духов и ни с какими серьезными вещами не разбираюсь. В своем доме, находясь здесь и сейчас, я сражаюсь за свою семью, за себя и за свою семью, и за, может быть, там, близких, там, людей, за конкретных людей. Но никак не на стратегическом уровне. Когда же мы собираемся в церкви, и начинаются молитвенные служения, и мы входим в такое помазание, и Дух Божий с нами, и ангелов полно с нами в ополчении, тогда мы можем выступить против врага. Поэтому вот этот элемент. В собрании есть намного больше силы, чем если вы один, там, дома или несколько человек вас... В общем, собрание святых, церковь Божия, экклессия. Еще важный момент, что вот атаки врага будут в ответ 100%. Поэтому нужно быть бдительным, нужно понимать, что происходит, и серьезно относиться к своей духовной защите, к своему духовному покрову. Во-первых, молиться о защите, провозглашать эту защиту, принимать причастие, кто-то надевать все оружие Божие, провозглашать верой, надевать его, одевать. Также абсолютно важным элементом является наше хождение в чистоте и святости. Потому что если мы грешим, особенно в какой-то сфере, вот если мы падаем в сфере сексуальной, и мы начинаем воевать с сексуальными духами, друзья, людей может так разматывать потом, что, ну, очень печально. Либо, если у вас есть с финансами какие-то там вот моменты, и вы не совсем вот до конца ходите в чистоте перед Господом, есть у вас какие-то элементы, и вы начинаете сокрушать дух мамоны, который стоит над вашим городом, то опять же нужно понимать, что вы напали на того духа, который имеет, в принципе, власть в вашей жизни. И поэтому выходить против каких-то демонов серьезных, нужно, когда мы полностью от них независимы, когда мы сами в своей жизни полностью их победили, когда нет никакой вот, когда Иисус, помните, сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Поэтому у Христа над ним абсолютная власть, потому что у него нет ничего, в нем нет ничего. Если же во мне что-то есть в отношении этого духа, я не могу выходить против него, сражаться, потому что я буду поражен на самом деле, если это серьезный какой-то дух. Вот, поэтому, если коротко, то вот так, резюмируя, на территории своей жизни и своей семьи у нас есть абсолютная власть. Поэтому мы смело сокрушаем любых духов тьмы и гоним их в шею из своей жизни и своей семьи. Если мы говорим о бесах территориального уровня, мы не воюем с ними в одиночку никогда. И делаем это в собрании святых по водительству Святого Духа, опять же, не просто потому, что нам захотелось сейчас кого-то связать, по водительству Святого Духа или в элементе своего призвания. При этом мы должны тщательно следить за своей непосредственно чистотой и святостью и серьезно относиться к своей духовной защите. И вот чем более мы осознанны и серьезны в этом, тем дальше Господь нас может в этом повести. Вот. Ну и безусловно, есть еще элемент помазания и власти, которую Господь наделяет определенных людей. Вот со временем, ну я в своей жизни вижу, что вот это все-таки умножается. И есть вот этот элемент людей, то есть кто-то может это делать, а кто-то не может. Вот и все в определенных обстоятельствах. Кто-то может выйти конкретно, у него есть помазание власть от Господа, мандат от Господа выйти сейчас против этого Духа. Опять же, не в одиночку, а в собрании святых. А у кого-то нет. Вот такой элемент. Благословляю вас, друзья, мудростью от Господа, абсолютным бесстрашием. При этом мы не боимся никаких демонических сил. Но да будет мудрость Божья с нами, чтобы просто не лезть на рожон там, где это не нужно, и быть в состоянии безопасности. Слава Иисусу! Благословений! До скорых встреч! Благословений! Благословений!